всем привет вы на канале металик дэни и сегодня я вам расскажу как легко можно получать очки награды ключики руда обрывки метеоритная пыль бочки ну и в принципе карты меня давно просили снять этот ролик прям ждали 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 поэтому если вы новичок в игре то как бы добро пожаловать на канал вам это это видео должно очень сильно помочь если вы old то вы можете узнать что-то новое какой-нибудь и дополнительный пункт который вы не знали либо обновить свои знания короче это видео будет полезно для всех перед началом ролика вы можете подписаться на канал если вы еще не подписаны чтобы не пропустить новые ролики ставить лайки комментировать что еще вы можете играть моими интереснейшими колонами конечно же комментируйте нравится ли вам такой формат нужны ли какие-то еще определенные гайды потому что знаниями надо делиться на знание надо показывать надо давать вы можете поддержать меня также надо это лорд ссылочка будет в описании там вы можете заказать себе какую-нибудь колоду заказать какую-нибудь себе гайд чтобы я сделал в общем много много чего можете перейти по ссылочке и сами узнать что вы вообще можете себе позволить во первых сразу хочу сказать что это видео актуально для гайда для патча 10.8 потому что следующих патчах может произойти ряд изменений которые но могут как бы повлиять на игру поэтому будучи в другом патче вы как бы можете что-то может поменяться поэтому видео все таки актуально именно для этого патча но я не думаю что прям что-то кардинально изменится ну ладно теперь точно поехали первое это самое очевидное самое простое просто заходить в игру и получать ежедневную награду награда может быть разное это может быть как ключ так и бочка так и руда так и сразу карта причем это может быть либо обычная карта либо премиальная карта, либо даже золотая карта, золотая премиальная карта. Короче, много разных вариантов. Например, я через ежедневные награды за свои, там, два года сколько я сижу уже в Гвинте, получил, ну, нормально так карт, нормально так карт, и среди них были золотые карты. Типа, такой шанс есть, и они выпадают. Думаю, со входом в игру все понятно. Следующее это выполнение ежедневных заданий. У меня здесь их, конечно, нету, я надеюсь, ставлю скриншот, но я думаю, вы понимаете, что это такое. Каждый день появляются ежедневные задания, и задания делятся на четыре категории. Первые, за которые вы получаете 40 руды, вторые, это те, за которые вы получаете 60 руды, и те задания, за которые вы получаете один ключ или два ключа. Ну, конечно же, выгоднее всего брать задания, где вы получаете один или два ключа, ну, как бы ключи намного смочнее, намного выгоднее получать, да и задания там не такие уж и сложные, то есть легко выполняются, каждый день они появляются, их как бы можно тут менять, и как бы спокойно выполнять. Далее, Следующий пункт, тоже достаточно простой, это вот с переходом в путешествие, это выполнение заданий путешествий, у меня их тоже нет, потому что я их, естественно, выполняю, за них вы получаете коронки, эти коронки, они идут к вам в вот это вот путешествие, здесь вы можете увидеть уровень путешествия, уровень путешествия находится здесь, это продвижение по вашему путешествию, как минимум в моем патче можно выбирать разные путешествия, то есть вот есть список путешествий, можно поставить себе любое путешествие и проходить его, неплохой такой вариантик. очень круто. Я думаю, что это еще надолго останется. И здесь вы получаете ключики, разные там аватарки, прочее, 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 разные косметические принадлежности. Как есть, как и стандартный, так и премиальный набор. То есть, вы уже сами там выбираете донатить в игру или нет, заниматься этим или нет. Причем, вот еще есть, вот, то есть, для следующего уровня 16 коронок, и вы примерно будете это все получать и продвигаться, короче, здесь. Вот. Далее, тоже достаточно вроде как и очевидное, но для некоторых все еще остается загадкой. Это ставить GG сопернику и получать GG от него. Казалось бы, зачем это нужно делать? За GG вы получаете руду, получаете обрывки, а иногда и метеоритную пыль и ключи. Ну, последние два пункта вы получаете только тогда, когда у вас вы достигли определенного уровня, то есть, надо большой уровень набрать. Причем, вы получаете, если не ошибаюсь, только тогда, когда противник ставит вам GG. Поэтому, просто делаем комьюнити таким менее токсичным, хвалим противника за игру, радуемся вместе, играем с наслаждением, ставим GG. Все как бы круто, все супер. И так приучаем всю комьюнити, всю аудиторию ставить друг другу GG, чтобы получать дополнительные награды. В принципе, неплохой такой вариантик. Как бы нормально можно играть. Далее, пятый пункт это уровень. Чем больше у вас уровень, тем как бы у вас лучше награды. Во-первых, за каждый уровень вы получаете ключ. То есть, вот, когда у меня будет 15 уровень, а чуть-чуть немножко здесь осталось, тогда я получу ключик. Чем ближе подхожу к последнему уровню, 60-му, тем сложнее, как бы, этот опыт фармиться. Когда мы достигаем 60-го уровня, мой счетчик сбрасывается. Я уже, я еще не заходил в контракты, не заходил в контракты. Можно посмотреть это здесь. Смотрите, вот достичь первого уровня престижа, после 60-го. То есть, я получил первый раз 60-й уровень, и теперь я обратно возвращаюсь к первому. И теперь я получаю дополнительные награды. Например, первая из них гарантирует, как минимум, одну редкую карту среди первых 4-х карт в каждой бочке. То есть, постоянно будет одна редкая карта. Неплохой такой вариант. И тут много разных бонусов, вы это все сами можете ознакомиться, почитать. В общем, очень много вариантов. И один из них, вообще, самый лучший, он, конечно, находится низковато, гарантирует как минимум одну премиальную карту при выборе пятой карты в каждой бочке. То есть, карта, которая посередине, по центру, всегда будет одна анимированная. Это достаточно крутой такой мувик, достаточно крутая тема. Поэтому, качаем уровень, больше играем, больше качаем уровень. Причем, лучший самый день для прокачки уровня, это среда, потому что в среду действует бонус гвинта, там, гвиндэйс, чуть гриндэй не сказал. По-моему, так он называется гвиндэй, плюс 25% к опыту. То есть, вы намного быстрее качаетесь. Далее, шестое задание, я уже возвращался, вернее, приходил к этим контрактам, сейчас мы к ним вернемся. Это выполнение контрактов. Контрактов огромное количество множества, и вы их можете сортировать, выполненные, невыполненные, и выполнять их. То есть, например, выиграть матч колоды, сейчас стоимость наема не превышает 100. Конечно, это хардкор. Давайте лучше к более выполнимым придем. Например, потратить 500 обрывков. То есть, вы потратите 100 обрывков, получаете ключ. Вы потратите еще 900 обрывков, получаете 2 ключа. То есть, достаточно простые, их очень-очень много. Можно это все легко выполнять, почитайте, поизучайте. Вот, например, открыть 1000 бочек. Достаточно простое задание, которое вы, ну, естественно, будете как-то выполнять каким-то образом, и, как бы, с этим ничего такого нету. Ну, вот, касаемо уровней, касаемо путешествий, разные аватары. Можно получить дополнительные награды. Например, потратить монет, получить монет, потратить. Ну, короче, понятно. Это за синдикат, по большей части. Что тут у нас еще есть? Короче, много разных наград. Там сбережения, устрашения. Вот есть общие. Награды, сетевые режимы. Например, сыграть 100 премиальных карт. Ну, короче, много разных. Их просто нужно играть. Если вы, например, что-то хотите. Вот, например, я себе поставил вот такие. Активировать способность Берсерк 1000 раз. Я вот к этому ближусь, приближаюсь, и мне дадут дополнительных 7 ключей. Создать 5 бродячих древних за этих Скай ТЛ. Мне еще 5, а потом еще и 7. Короче, очень много здесь наград. Выбирайте, ставьте, проходите и получайте очень много ключей. Далее, такой пункт достаточно очевидный для многих. Это больше выигрывать и быть высоко в рейтинге. Если вы доходите до проранга, вот я, например, сейчас на проранге, вот. Если вы доходите до проранга, тогда у вас к концу сезона, вот здесь можно видеть еще 16 дней лично у меня осталось, когда вы доходите до финала, то есть, когда окончается этот срок, 16 дней, тогда вас сбрасывают на 3 ранга назад. Если вы в проранге. Если вы, в любом, в любом, если вы даже на третьем ранге, вас сбрасывают опять на 3 назад, вы на шестом оказываетесь. И, короче, вот так. Чем ближе вы подвигаетесь к прорангу, тем больше ключей вы получаете. Если не ошибаюсь, то если вы остались на проранге или на пятом уровне, то вам дадут, если я не ошибаюсь, 25 ключей. Если вы где-то на пятом-десятом, то вам, по-моему, дают 15 ключей. Если вы ниже, то вам дают 5 ключей или 10 ключей. Короче, ключи дают. Если вы остаетесь еще в проранге, то вам надо занимать топ-500. То есть, давайте заходим сюда. Давайте так, немножко так. Проранг вам нужно быть в топ-500. Вот я в 300 сейчас. Я все еще, как бы, вхожу. И если ситуация закончится, и я буду все еще в топ-500, тогда я останусь в проранге. Принять приложение положения проранга можно вот здесь. В настройках надо нажать принять и принять настройки. Если вы не знаете, как это сделать, то вот вам еще один дополнительный микрогайдик. Поэтому больше играйте, продвигайтесь. Лучше всего играть, опять же, в этом режиме. Не в тренировочном, а все-таки здесь продвигаться и получать больше наград, больше ключей. Далее, такой вот пунктик, вроде тоже достаточно очевидный, но не все новички, как минимум, его знают. Это открывать книгу наград. И лучше всего, конечно, начать вот с этой книги наград, потому что здесь лучшие карты. Здесь очень выгодные, очень вкусные карты. Заходим на монстров. Вам нужно просто потратить пару ключиков, и вы сразу получаете бочку, получаете очень хорошие золотые, фиолетовые и бронзовые карты за простые задания. Очень много, очень хороших карт, поэтому, если вы все еще, даже будучи алдом, не открыли это, то обязательно вам это надо открыть. Даже если у вас эти карты есть, это плюс 200 обрывков. То есть, очень даже круто. Поэтому открывайте, все как бы супер. Далее, вроде как простой пункт, но это просто играть. Прокачка уровня, чем чаще вы будете выигрывать, тем быстрее у вас набирается опыт. Чем больше вы играете, тем вы проще играете. Чем больше вы выигрываете, тем лучше. Поэтому, чем больше вы играете, тем как бы круто. И поэтому, еще один микропункт вот к этому пункту, это, как вы можете сказать, как вы можете подумать, что это в кит, но играть на более-менее стабильных метовых колодах. Меты вы можете найти и на моем канале, и на других разных каналах. Ссылочки будут закреплены. В общем, играйте на тех колодах, которые как бы вам нравятся, во-первых, во-вторых, которые реально побеждают. Если вы только начали играть, то вам помогут простые бюджетные сборочки колод. Я часто оставляю топы, метаотчеты, часто создаю сам бюджетные сборки, продвигаю их. Поэтому подписывайтесь на мой канал еще раз, не забывайте про этот канал. Если вы тут впервые, то, опять же, чаще смотрите ролики, потому что скоро будет много гайдов для новичков или для тех, кто хочет узнать чего-то нового из мира Гвинта. Поэтому вы были на канале Металлик Дэнни. Всем удачи, продвигайтесь, получайте монетки и всем пока.